Всем привет! В предыдущих видеороликах я показал, как собрать можно в гаражных условиях пескострунный пистолет, который действительно будет делать своё дело. Также я показал, как можно одним махом проверить герметичность клапанов и маслосъёмных колпачков. А сегодня я хочу вам показать видеоролик, как можно проверить плоскость головки блока, я имею в виду вот этой, не прибегая к покупке дорогостоящей поверочной линейки. Возможно, этот способ проверки вызовет у вас бурю негативных эмоций, удивления, но тем не менее я хочу показать этот способ, показать и доказать, что этот способ рабочий. Итак, у нас есть идеально ровная поверхность после шлифовки. Для проверки плоскости нам понадобится щуп на 0,02 мм и то, чем мы будем проверять плоскость. Сейчас вы сами увидите, что обрезанная часть правила может выступать в качестве поверочной линейки. Начну я вот с чего. У нас есть идеально ровная плоскость на головке. У нас есть ровная плоскость под правилом. Если я положу щуп в 0,02 мм на головку и сверху положу правила, то правило будет находиться на щупе. В тот момент, когда я начну вытаскивать щуп, произойдет щелчок. Это значит, что правило легло на плоскость головки. Если бы была здесь какая-то яма, хотя бы даже в 0,02 мм, то правило бы не было этого соскока. Не было этого щелчка. Опять покажу. Слышали, да? Как с под правила выходит щуп, правило опускается на плоскость головки, происходит этот щелчок. Это говорит о том, что здесь плоскость идеальная. Если бы была яма здесь, вот этого щелчка бы не было. Итак, так как мы это знаем, можем сейчас проверить плоскость в других местах. Давайте проверять. Ну, начнем по порядку. Отсюда, справа налево. Внимательно слушайте. Щелчок. Это говорит о том, что здесь ямы нет. Опять же, щелчок. Если бы была здесь яма, правило изначально, ну, яма, например, в виде банана, то правило бы легло, а щуп просто бы спокойно входил и выходил бы. Без всяких вот этих вот щелчков, закусываний. Вот. Давайте дальше смотреть. Слушаем. Слышали, да? Вот, характерный звук. Давайте еще вот этот край посмотрим. Слышали? Надеюсь. Его даже закусывает. Слышали, такой скрежет. Вот. Это говорит о том, что эта, 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 эта плоскость полностью ровная. Эта плоскость идеальная. Давайте проверим по диагонали. Слушаем, будет ли щелчок. Был. Был. Давайте теперь по диагонали на эту сторону. Был щелчок. Характерный щелчок говорит о том, что на плоскости головки или на плоскости провила нету никаких ян. То есть, эти две плоскости и полностью идеальны. Ну, давайте проверим систему охлаждения. Слышите звук? Щук прямо закусывает. И потом щелчок. В другом месте. Опять щелчок. Ну, то есть, получается, провила лежит не на плоскости головки, а именно на плоскости головки. А именно, на плоскости головки. Опять щелчок есть. Щелчок тоже с этой стороны. Отлично. Отлично. Ну, вот, пожалуйста, мы проверили по диагонали головку вдоль системы охлаждения и между камерами сгорания. Покажу, что щуп использовался две сотки. Вот, две сотых миллиметра. Повидавший жизнь. Тут, может, уже даже не две сотых, а уже и одна сотая, учитывая, что он затерт. Вот, пожалуйста, способ проверки плоскости головки. Начнем проверку блока. Щуп на две сотых миллиметра. Ну, и то же самое провила. Так, давайте начнем с системы охлаждения. И что мы видим? Смотрите. А здесь яма, ну, или прогиб. Видали? Щуп спокойно ходит под провилом. И смотрите, когда я достаю щуп, то вот это вот со сколько провила, со щупа не происходит. Никакого щелчка нет, слушайте. Вот и все, да? Видали? Даже так получилось его. Ставить туда под провила. Так, ну, давайте посмотрим еще между цилиндрами. Щуп закусывает, но щелчка не происходит. Ну, так, я бы даже не сказал, что щуп закусывает. Чувствуется небольшое касание. Есть какое-то, ну, возможно, здесь прогиб в одну сотку. Давайте здесь посмотрим. Здесь вообще легко. Смотрите. Так, ну, у меня такой повидавший жизнь. Ну, смотрите, кладу провила. Если провила лежала бы сейчас на щупе, то был бы характерный соскок провила со щупа и раздался бы щелчок. Но так как здесь между цилиндром яма, вот этого соскока провила со щупа не происходит. Ну, тоже так минимально есть какое-то касание между щупом, точнее, да, между щупом и провилом. Какое-то минимальное касание есть, но соскока не происходит. Так, где бы нам еще тут посмотреть? Давайте в такой плоскости проверим, есть ли у блока изгиб. Слышали? Щуп я достал и никакого щелчка нет. Это говорит о том, что, ну, как минимум, одна сотка, а то даже может быть и две, прогиб вот в этом месте есть. Давайте в следующее место посмотрим. Вот здесь уже закусывает. Здесь чувствуется, что закусывает. Но все равно щелчка нет, но, возможно, здесь прогиб тоже где-то одна, может сотка, может быть две. Давайте по диагонали посмотрим. Посмотрите, что творится по диагонали. Ну, здесь явно больше двух соток прогиб. Давайте здесь посмотрим. Между цилиндром и системой охлаждения. Ну, а здесь поплотнее. Я бы даже сказал, почти закусывает щуп. Даже есть минимальный щелчок. здесь уже нет. Так, давайте вот с этой стороны посмотрим. О! Здесь тоже требует шлифовки. Щуп беспрепятственно ходит в одну и в другую сторону. Может быть, с этой стороны. Давайте еще с этой стороны. Ну, тут немножко закусывает, но, наверное, здесь одна сотка. Может, ну, или около двух. Потому что щелчка вот этого вот, когда провило соскакивает со щупа, нету. так, немножко так, тоже минимально закусывает. Здесь даже со щелчком. О! Слышали? Соскок. Это говорит о том, что провило лежало именно на щупе, а не на плоскости блока. Здесь налегке, тут вот, тем более, налегке. А здесь вот уже закусывает со щелчком. Ну, вот как-то так. Вот, я надеюсь, вам показал и доказал, что с помощью провила и покупая дорогостоящую линейку поверочную можно проверить плоскость головки и блока. А че, так можно было, что ли? А что ли? Линейка. Линейка.